Здравствуйте! В эфире программа «Слово прокурора» и сегодня мы поговорим об изменениях в законодательстве, которые вступили в силу в этом году. Самые обсуждаемые касаются автомобилистов, школьников, кого еще подробнее об этом нам расскажет старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Александр Сергеевич Русских. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну, давайте начнем, наверное, с самого популярного, то, что уже, наверное, некоторые автомобилисты попробовали. Что у нас касается тех, кто водит машину? Какие изменения? Ну, начнем, действительно, наверное, с позитивной новости для законопослушных водителей. С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Кодекс административных пронарушений, где указано, что водитель, совершивший нарушение правил, допустивший нарушение правил дорожного движения, при получении постановления о назначении наказания и уплаты его до истечения 20-дневного срока, получает дисконт в размере 50%. А как он должен узнать о том, что ему пришел штраф, например, или что полагается скидка? Ну, я могу рекомендовать наиболее, так скажем, народный способ узнать о том, как поступил штраф, это подключиться к системе электронной услуги, государственной услуги, к электронной связи, подключиться в личном кабинете. И, соответственно, кроме того, что вам заблаговременно поступит СМС, сообщение о допустившем вам нарушении, система автоматически рассчитает штраф в размере 50%. Расскажите, а все-таки скидка распространяется на какие правонарушения и в каком размере? 50%? То есть это абсолютно на все? Да. Хорошие вопросы, очень правильные, поскольку телезрители должны понять, что не за все нарушения правил дорожного движения распространяется данная скидка. Существует несколько, в законе предусмотрено форм предоставления скидок за определенные правонарушения. Вот перечислю примеры, это, допустим, скидка не распространяется, когда человек повторно управляет, проезжает на красный свет светофора. Либо он управляет транспортом в нетрезвом состоянии, либо он совершает правонарушение, которое влечет наступление легкого, либо средней тяжести вреда здоровью. То есть все это надо принимать во внимание, да? Конечно. Каждый раз надо внимательно смотреть кодекс. Скажите, еще что-то ждет автомобилистов в этом году, какие-то изменения? Дарья, вы знаете, уже с 1 января я хотел отметить, что вступили в силу изменений в кодекс административного правонарушения, который и в законодательство об исполнительном производстве, который наделяет судебных приставов, полномочиями изымать водительские права у водителей, которые допустили и имеют задолженность более 10 тысяч по алиментным обязательствам за нарушение правил дорожного движения, либо по судебному решению. То есть вот такая норма появилась, и она уже действует. Что касается других введений, очень много уже поднял разговоров о себе. Так называемый закон о праве на забвение. Вообще, что это за закон? Что он подразумевает? Кому его бояться, может быть? Ну, в чем суть этого закона? Суть заключается в том, что любой гражданин, который обнаружит в сети интернет данные о себе, которым он полагает, что они не соответствуют действительности, либо они нарушают его права, он может потребовать от поисковой системы удаления данных сведений из сети интернет. А как это сделать? Ну, это очень просто. Необходимо обратиться с заявлением к оператору поисковой системы. В заявлении необходимо, конечно, отразить свои контактные данные, фамилии, имя, отчество, паспортные данные, как вас найти, то есть координаты, электронная почта, факс. Обязательно нужно указать ссылки, где содержатся эти сведения, где выходят. Основания, почему человек полагает, что они недостоверно неактуальны. И также заявление об обработке персональных данных. А в течение какого времени должны ссылку эту закрыть? Если я не ошибаюсь, это в течение 10 дней происходит все. Скажите, а есть ли, допустим, такая тема, как ЖКХ? Будет ли в этом году там какие-то изменения? Ну, что касается темы ЖКХ, действительно, уже нужно сказать, что у нас наступили изменения для людей, которые имеют задолженность по ЖКХ. То есть законодатель пошел на усиление ответственности и изменил наложение неустойки. То есть теперь у нас рассчитывается по прогрессивной шкале, и со второго по третий месяц, если человек не платит, то рассчитывается уже от 1,03 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки. Следует отметить, что на третий месяц уже увеличивается неустойка более чем в 2,5 раза. Поэтому здесь, конечно, обращаясь к телезрителям, необходимо внимательно следить за своими платежами и платить, поскольку это все идет в общий бюджет, оттуда рассчитывается оплата. Ну и, собственно, пенни потом придется переплачивать самим же должникам. А есть какие-то, может быть, позитивные веяния в ЖКХ? Позитивные веяния, да, действительно есть. Вот наболевшая тема – это капитальный ремонт ЖКХ. Президент России в декабре 2015 года подписал закон, который наделяет регионы, региональные власти предусматривать льготы для граждан, не работающих граждан, пенсионеров, которым более 80 лет, и предоставляет скидку для неработающих пенсионеров тем, кому уже за 70. То есть это в размере скидка 50%. Обращу внимание, что здесь закон передает эти полномочия региональным органам власти. Соответственно, насколько мне известно, сейчас депутаты у нас Самарской губернской думы работают над данным законопроектом, и он в ближайшее время появится. Вот в самом начале передачи мы так немножко проанонсировали про школьников. Что же касается наших самых юных граждан, какие изменения будут у них? Ну, по школьникам здесь необходимо отметить следующее. Все хорошо забыто – это старые. То есть, соответственно, чтобы избавить школьников от той психологической нагрузки, которая сегодня существует для школьников при сдаче единого государственного экзамена, исключается по большей части в основных предметах экзаменов, при сдаче экзаменов, тестовые части, исключаются вопросы. Соответственно, больше будет уделяться вниманию устным вопросам по истории, по русскому языку, по математике. То есть, я напомню, что у нас с 21 марта по 9 апреля стартует досрочная волна сдачи ЕГЭ, и с 14 мая, если я не ошибаюсь, по началу июня уже соответствующая основная волна сдачи ЕГЭ. Я думаю, это хорошая новость, в принципе, для всех гуманитариев. Конечно, конечно, удобно. Сразу можно ознакомиться, почитать и уже не мучить себя, на какой же вопрос ответить, а уже имея знания в голове, прямо отвечать как есть. Как старые добрые советские времена, наверное, так и было. А скажите, нельзя обойти такую тему, как материнский капитал? Вот уже скоро срок, когда кончается действие этой госпрограммы, как-то изменяется вообще эта вся программа? Может быть, бюджет становится больше или наоборот меньше, или какие-то другие формы? Ну, здесь нужно отметить следующее, что последние полугодия 2015 года в законодательство о предоставлении материнского капитала депутаты шли на уступки и видели эту социально-экономическую обстановку, которая немножко напряжена, скажем так. Соответственно, у нас сумма материнского капитала остается в том же размере, который я сочетала в 2015 году. Программа самая, хочу вас подправить, продлевается до 31 декабря 2018 года, также она действует. А по поводу расширения полномочий, я могу сказать, возможности использования данной программы. У нас для родителей, которые имеют детей-инвалидов, либо которые усыновили деток-инвалидов, могут использовать теперь с 1-го числа, с 1-го января материнский капитал как раз на данных детей. Прописывается форма контроля, то есть необходимо для этого иметь при себе договор оказания услуги, договор купли-продажи, товарные чеки, кассовые чеки. И, соответственно, есть еще такая форма контроля со стороны органов социальной защиты, когда представитель органа социальной защиты по месту жительства ребенка приходит домой, проверяет, составляет соответствующий акт, что да, необходимые товары были потрачены непосредственно на ребенка-инвалида. Но я так подозреваю, что это будут, скорее всего, медицинские какие-то направления, или это не имеет значения? Расходование средств на обслуживание ребенка-инвалида. И, наверное, да, с вами нужно согласиться, что, естественно, ему необходимо это поддержание жизни в надлежащем состоянии, ну и комфортное состояние, чтобы поддерживалось. Хорошо, спасибо вам большое. О том, какие изменения вступят в законодательство в 2016 году, мы поговорили со старшим помощником прокурора области по правовому обеспечению Александром Сергеевичем Русских. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова